15 ноября 1941 года. Наступление гитлеровцев на Москву. 23 ноября. Началась оккупация Солнечногорска. Немецкое командование объявило имущество предприятий, колхозов и совхозов собственностью Германии. 10 декабря. Наша авиация нанесла бомбовые удары по складу боеприпасов фашистской армии. Ночью налет авиации повторился. Бомбили территории заводов, где были сосредоточены фашистские войска. 11 декабря. Гитлеровцы спешно покидают Солнечногорск. 12 декабря. Рано утром на улицах города солнечногорцы увидели красноармейцев. Прошло 78 лет. Вот я сегодня ездил на кладбище. Ну, как всегда, положил цветы там, это, ну, по-человечески, как говорится, все. Вот отец, да, отец вот освобождал город Солнечногорск. Он много рассказывал. Вот честно, он так поклонюсь, как говорится, я каждый год прихожу сюда возложить венков. И пока я жив, я буду приходить сюда, мне много лет, понимаете, много лет. Я каждый год буду приходить сюда и возлагать цветы. Огромные слова благодарности нашим ветеранам за то, что они отстояли Солнечногорск, за то, что они отстояли столицу нашей родины, Москва. То, что огромнейший труд наших дедов, прадедов, отцов во время Великой Отечественной войны, он оценен миллионами жизней. Поэтому вечная память тех, кого с нами нет, и слова благодарности и низкий поклон всем ветеранам, которые с нами. Ведь мы разбили здесь не нацистскую Германию, а мы разбили здесь Европу, подготовленную, модную, которая думала, что нам превыше всех. Но русский народ, советский народ, красная армия показали, что с нами шутить нельзя. Оксана Зенкина, Олег Макаров, Дмитрий Кузякин. Наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова